Следующий вопрос. Если у человека нет фиников, то есть чтобы отдать хозяину этого животного. Говорит. Те, которые обязывают отдать в этом случае именно финиками, говорят. В этом случае, если фиников нет, то он должен отдать цену за этот финик. Говорит. То есть, такую цену за финик, сколько он стоит при договоре. И говорят то, что финик, то есть, как рассчитывается, сколько стоит финик, рассмотрится, сколько стоит этот финик в ближайшем городе. То есть, в ближайшем городе, в котором финик есть. Это мнение некоторых шафиитов. Договор. То есть, вначале мы что-то сказали? Вот эта фраза. То он должен отдать цену фиников, такую, как она бы была в том месте, в котором они заключали договор. Правильное мнение в этом вопросе заключается в чем? В том, что если у человека фиников нет, то он может отдать чем-либо из других распространенных товаров в этой стране. Почему? Потому что основа приказа пророка, саллау ла салам, почему он приказал отдавать финиками? Потому что это было основной их едой. И не приказал отдавать деньгами. Хотя деньгами мог отдать. Это говорит о том, что основа и предпочтение отдаются именно еде. Так как человек забрал молоко, а молоко это еда, и лишил возможности продавца использовать это молоко в пищу, то он должен заменить его молоком. Поэтому, если нет фиников в этой местности, то он может отдать какой-либо другой, какой-либо другой пищей, а не деньгами. То есть, деньгами здесь отдавать не пойдет. Поэтому здесь мы немного не согласны с шехом Хаммута ибн Хизамом в его выводе. Далее следующий вопрос.